хей йогой с вами шмики мы продолжаем проводить ирупа назвать dark souls 2 до начала было такое себе музыка все равно орет ажи если сделать тише я еще одну вещь замечал очень очень быстро ломается оружие сколько у тебя прочность . on 40 ну тогда все понятно я но она все равно типа очень быстро ломается что будет если предмет сломается ничего мы его просто не сможем использовать вот что а давайте так как там поджигать факел неудобно немного все это делается еще было плюс души изи так а можно пожалуйста мне понять где мой факел или иначе как мне взять в руки факел так хорошо может мне вместо знаков поставить слушайте по-быстрому а ты пойдешь мне на них все я доволен да да сейчас будет упасть так а скажите мне пожалуйста все равно как мне доставать но допустим я факел зажег хотим он горит о еще один как это мужик стоит окей так вижу лестницу хорошо ну что я думаю начнем тогда с правой стороны до изучать чисто падение я все равно не понимаю как доставать факел в управление как бы тоже и она отсутствует открыть меню жестов стартовая меню все равно я не понимаю то есть как бы у меня и есть факел но пользоваться ей не могу понимаете да а как достать факел кто его знает и форти не работают работает только вот это ну как говорится видите я могу сразу парировать и по и блокируя поехали можем даже попробовать сейчас первое блокирование нужно было проверить сильно так удержите и прыжок хорошо так здесь можно поджечь что-то так я сейчас не понял как бэкстэк работает враг за спиной критический удар что-то нихера сейчас ни хера не критический кинжал и видите мне нужно будет нажимать на ок урон поменьше будет но он по прочности получше будет за информацию кинжал обычно кинжал не отличается ни высоким уроном ни дальностью но довольно быстро обладает мощным критическими атаками которая может стать опасным оружием у умелых руках л перекат а да давай ему знак покажем привет а а а а давай я хотел вообще тебе сильную атаку сделать вот сколько она будет пятьдесят восемь пятьдесят восемь ты меня вот это покоцал нет оружие шаг назад давай бэкстэп бэкстэп ой я упал иди ко мне вот это я сейчас момента не понял что это за контур направление на меня если сейчас это не уловил момента давайте я использую эту хилку р залить да она типа хилит видите я не могу в спину ему зайти типа а каких здесь иначе нельзя видите так дальше сделать мне нужно походу все поджечь эти все факела самоцвет жизни использовать предмет ну это я знаю перемещение камеры да ладно не врешь ты 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 шелковой давай это те же воробушки которые помните в первой части охренеть а если пел умер давайте сначала пойду сбегаю все подожгу ну после спустимся безопасно спустимся пошло ну его нафиг так еще тут факелка есть да вот это то что я спрыгнул это хорошо что у меня жизнью были как же тогда быстро слазить прыжок уже точно нет прыжок уже точно нет так душа безымянам солдата зажигайтесь с помощью факела такой знаете сейчас бы спрыгнул такой бац и сдох я что-то не понимаю как мне факел достать я не понимаю как мне доставать факел давайте еще я посмотрю так хорошо подниматься я понял как быстро просто удерживать хорошо просто удерживать с этого до ночи поехали главное что у костров восстановлю за оружие взять так проводу двумя руками и 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 левая прошу двумя руками так прерывки хорошо янтарная трава хорошо что можно очень быстро видите подниматься выносливость конечно улетает просто так со счетом парирования отражение ударов падение в атаке так пробить щитом могу серьезно факел достать и все то есть и кнопки нету такой понимаете что самое обидное нету кнопочки у кого с 1 там под есть нет назад надо так и в прыжке хорошо ушки нету треснувшие красное око там что-то большое этаж ящерки которые вам шутят это же те заразы которые вам шутят тут что у нас так думаю дальше там точно не поджигать ничего не нужно давайте тогда здесь до конца проверим мне интересно что будет если он убью того гигант который у нас был вначале но еще что что я подобно поехали у меня только один факел я Я должен всё поджечь. Здесь ничего нету. Так, здесь... И последний тут. Ну, по идее, я поджёг всё. Статуя... Преграждает нам путь. Блю! Статуя убивает нас. Статуя не просто преграждает путь, но её убивает. И ещё одну вещь заметил. Получается, при... Смерти... На данной локации, наверное, у нас с вами уменьшается количество хп. Бам! Ещё есть такой момент у нас. У нас есть ещё вот такой вот моментик. Классно, я сдох, конечно. Хорошо, что не минус душа. Блин, я вот этот... Угол меня просто... Подставил. Пойдёте, не поджёг. 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 все найду то что где не был потому что чет чет я потерялся это еще есть факел как я понимаю этот факел который у меня вообще остался три удара я теряю половину половину не половина опыта половина этого понятно короче гиганты тут меня напоминает и нравится судьи мне нужно защищать дальше ставить что не понимаю как скрытную атаку делать немного сейчас подождем не восполнится стамина ну да типа хотя взять одну и так и так одно одинаково убивает именно с количеством ударов типа она ничем не отличается пусть я здесь где-то не поджег здесь все поджег так ну и где видел наверное значит в той локации либо где-то здесь за деревом такой звук как будто принтер работает давай сюда тогда поехали заново давай сюда а где ему оставить подожди здесь нигде не стоит скрытых каких-то этих я тоже не наблюдаю там просто труп лежит там тоже как бы ничего нету здесь только один раньше где-то вы здесь вот а как взять в две руки левая ружья почему там нет такого взять правой почему только правая уж я не хочу играть щитом а 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 и Я понял, нужно возвращать, у меня получится уже мышечная память. Выработалось насчёт У, там, Т, мне нужна У, окей, Т. Давайте смотреть на дверь. Интересно, меч ломается, только приударен по врагу? Посмотрите, здесь, в принципе, больше нигде нету. То есть... Что тогда? А, вон он, смотри! Так, у меня ж мужик преграждает путь. Ммм... Если я не ошибаюсь, я смотрел когда видосик, там ещё что-то говорилось про... Да, меня, видите, не хилит полностью. Мне даже кажется, если я стану человеком, у меня ХП полностью не будет, полное. Походу, чтобы... Нужна какая-то ветвь. Которую у меня, конечно же, нету с собой. Походу, вот это вот... Видеть, типа... Сейчас. Как бы так показать. Короче... Где-то перекрёсток, да, у нас есть. И маленький квадратик. Ой, тихо. А, да, всё-таки, видите, он тухнет. Вот почему. Тогда всё ясно. А, да, идёмте дальше впрямо. Тихо. Показалось. О, какой свет. А, Манчжула. Что у нас тут? Обрыв. Ага, проход. Здрасте. Город. О, факел. Здоров. О, сундук. Ага. Только открывать. Ржавая монета. И что я сделал? И что я сделал? Офиг его знает. Походу, мне сюда ещё рано. Ладно. Так, туда, походу, можно спрыгнуть. Стоять. Туда, можно, оказывается, было спрыгнуть. Блядь, ну, лучше бы нужно сходить было поджечь этот костёр. Вот здесь, видите, тропинка есть. Это что, поосторожно. Чтобы не сорваться. Так, Маргенштейна, колокольчик лирика. Бинокль. Опасное место. Вон, та жрица, о которой я говорил вам. Благодаря её мы сможем прокачивать себе уровень. Ну, и большой город. Там у нас, не знаю, тропинка туда сходим. Давайте сначала я поговорю со всеми. Ты новый король? Или просто... Так, пешка судьбы. Проклятый. Я... Так. Особенно твоей стороне до тех пор, пока хрупкая надежда не подтянется. Возьми это, чтобы твой путь стал легче. Блядь, секс, у нас один. Тут только один заряд экскуса, понимаете? Иди и отыщи короля. Того, кто превратил драглин в то, что мы видим. Того, кто увидел сущность души. Короля Вендрика. Вы можете повысить уровень при помощи силы... Проклятый. Стандартно приведу себя к другим сильнейшим душам. Если твоя душа будет такой хрупкой и слабой, ты никогда не повст... Что? Ищи тех, чьи имена вырезаны. Тех, кому принадлежат четыре сильные души. Это на четырех королях. Их души будут служить маяками. Когда найдешь их, возвращайся ко мне. Пусть надежда не угаснет. Проклятый. Ищи души. Огромные могучие души. Найди короля. Это единственный способ. Позволяйте земли поглотить тебя. Как и многие для тебя. Или не дай. Новый уровень. Будем лучше через кнопки. Я боюсь их убить. Так. Выносливость. Нагрузка. С теста. Плюс баланс. Противление яда. Физическая защита. Видите, хп все равно, типа, повышается. Это мы вообще не будем. Нам нужно силы будет прокачивать. Две ячейки, да? Две силы прокачиваются. Вес. Девятьсот с первого же этого. Давайте, я не знаю. У меня и выносливость как бы нужно. И вес переносимый. Жизнь можно потом скачать. 49 по 1 целый, да? Хорошо. Улучшить флягу с экстусом. Осколок фляг и с экстусом. Для улучшения нужны осколки. Поговорить. Поднявшись на холм и пройди через лес, ты увидишь королевский замок. Ага. Там теченый заглянул прямо в существенную... Душность души. Но то, что из этого вышло. Те, кто приходят в Дранклин в поисках спасения, скорость теряет надежду и превращается в полых. Это случается с каждым, рано или поздно. Синий рыцарь у подножья башни. Его дух уже сломлен. Хотя он еще разделяет советы. Может быть, он предсказывает твое собственное будущее? Это крошечное существо среди руин. Древнее существо, что смеется над тобой. Ее слово мудрое. Преусловие, что вы повстречаетесь счастливой для тебя день. Знак, что ты несешь, истощает твою душу. А без души ты превратишься в пустоту. Держись и не теряй надежды. Даже тогда, когда твое время почти стягнет. Когда нежить умирает, это не настоящая смерть, а шаг к превращению в полого. Не все нежить превращается в полых. Но все полые прежде были нежитью. Если найдешь осколок фляги, секс, то принеси его мне. С помощью его я смогу облегчить твое время. В отношении на холм и пройдя через лес, ты увидишь королевский замок. Там, где человек заглянул, прямо в сущность души. Что с этого получилось? Те, кто приходит, дорогнил, в пустох спасти все. Это все, может быть, может быть. Ну, пока. Так, дальше бежим сюда. Давайте сразу, я думаю... А место немного изучай, да? Аналитик. Посмотреть. Смерти по всему миру одна. Ну, это от сколько я раз сдох. Здесь будут, короче, числа моих смертей. Ты ведь нежить, верно? Ты так пахнешь... Пахнешь необретимостью. Это Манжула. Своего рода поселение, где жители ведут почти нормальную жизнь. А в Драгоневике в наше время такие места осталось совсем мало. Я Солден. Как и ты, я лишился всего, и теперь я здесь. Наверное, думаешь, что здесь можно разрушить проклятие. Так вот, это неправда. Здесь нечего, ничего нет. Ни для тебя, ни для меня, ни для кого бы того ни было. Ты много слышишь о душах? Даже я не уверен, но... Мне говорили, что душа — это существо самой жизни. У всех живых существ, разумных или нет, должна быть душа. А то, что мы называем проклятием, связано с нашей душой. Понимаешь, что это значит? Жизнь существовать... Вот нас, настоящее проклятие. Мы нежить, мы не можем умереть. И это та еще проблема. В этом мире живут четыре существа с гигантскими душами. И неважно, каким ты будешь беречь, рано или поздно ты с ними встретишься. У каждого из них сильная душа. И на каждом лежит ужасное проклятие. Если тебе страшно, то лучше всего бороться и сдаться прямо здесь и сейчас. Я так и сделал. Ты хотя бы иногда молишься о помощи? Молишься о помощи? Транс и нежести может быть долгим и опасным, но каждые шаги тебе будут поджидать враги из других миров. Если тебе понадобится помощь, почему бы тебе не принесет веру синих стражей? Когда ты окажешься в опасности, все гримы из синих стражей придут к тебе на помощь. Они затащат тебя, если они будут нужны. Тебе останется только принять их объятия. Супите в Ковенант Лазурного Пути. Лазурного Пути. Давай. О, Ковенант. Тени перстень. Вы вступили в Ковенант. Мудрое решение. Люди слабы, но синие стражи милосердны, и они хранят нас. Позволь стражам обнять и успокоить тебя. Тебе здесь одиноко? Мне здесь в самый раз, ведь мне некуда идти. Ты привыкнешь к этому месту. Нужно немного времени. Так, вступить в Ковенант. Выучить жест. Поговорить. Видишь дорогу на этих костров? Она приведет тебя в лес гигантов. Раньше там стояла величайшая крепость, но от нее и почти ничего не осталось. Там ты сможешь найти что-то, что пригодится тебе в странстве. Но не заходи слишком далеко, иначе рискуешь не вернуться. За дальними воротами лежит огненная башня Хейда. В собрании собирается апостол из Севента. Но дорога, ведущая туда, вполна опасностей. Ворота снинощены каким-то механизмом. Но как она работает, мне неизвестно. Видишь эту яму? Это землянская дыра на теле земли. Не знаю, что там внизу, и не советую выяснять. Кроме того, внизу я не спускаться. По крайней мере, без лестницы или чего-то подобного. Тут огонь, это костер. Они разбросаны во всей стране. Это светочи, маяки для нежити. Если ты устанешь, попробуй отдохнуть у костра. Его пламя исцелит тебя. В данное время, за каждой костра следит женщина, хранится лица огня. Она поддерживает огонь и защищает его от тех, кто пытается его погасить. Интересно, где хранится огня сейчас? По ту сторону тебе не подводят буквы на землю? Это послания, которые смогли перестечь разломы между мирами. Здесь, в Дарангре, время идет по-другому. Все движения и колебания изувеник и крутятся. Жгучие желания и ясные мечты. Эти послания предлагают наши мысли. Если твое желание сражаться слабли, попробуй оставить сообщение. Кто-то обязательно прочитает. Ты, наверное, видишь символы на земле. Это знаки призыва. Они вызывают духов из других миров. Если боишься полных, ищи знак, призывай души. Так, и духи придут к тебе на помощь. А видишь дорогу на этих костром? Она приведет тебя в лес гигантов. Так, так, так. Золотание в воротами лежит у них. А, все. Все, все, все. Надеюсь, ты обретешь покой в конце своего странствия. Ой, окей, что у нас есть? Что у нас новенького? Ух ты. Она побольше будет, чем у меня. И урон помощнее. Моргенштерн. Показать информацию. Бинокль. Бинокль нужен, чтобы рассматривать предметы на расстоянии. Чтобы использовать и выберить его в качестве оружия. Резкие инструменты изготовлены в Волгрене. В бою он вам не поможет, но может быть полезен, если появится изобретательность. Смотрите. Бинокль. Он вместо теперь оружия, да. А не как в виде предмета. Моргенштерн. Дубина с твоей рукоятью и шипом. Так. Навершень. Шип этого дробящего оружия вызывает кровотечение. Это оружие клириков. Но выглядит оно довольно кровожадным. Так. Дальше что у нас есть? Колокольчик. Большинство клириков получает это в качестве первого колокольчика. Он увеличит действия чудес и порчи. Чтобы использовать чудеса, выберите его локально. Колокольчик в качестве катализатора. И поместите чудо в ячейку волшебных находок у костра. Сила чуда зависит от веры владельца. Так. Колечко. Показать. Синий перстень. Кольцо конвента. Лазурные пути. Немного увеличат здоровье. Лазурный путь это не полноценный религия. Религия. Это скромная молитва, распространяющая сама по себе среди тех, кому нужна помощь. Когда в апостолов вторгаются темные духи, они могут получить помощь от хозяев других миров. Так. Что еще есть? Так, так, так. Ого. Янтарная трава. Немного восстанавливает заряды заклинаний. Показать информейшн. Трава такого насыщенного золотистого цвета, что кажется священной, немного восстанавливает заряды заклинаний. Считается, что это никогда не цветет. Это заблуждение. На самом деле, маленькие белые цветки, янтарей, травы распускаются на закате, когда в небе восходит луна. Так, 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 монетки. Душа безымянного солдата, душа безымянного солдата, который давно стал полом. Используется для получения, та-да-да-да-да-да-да-да-да. Интересовавшаяся красная лука, предмет для игры посетим. Ну, понятное дело. И всё. Хотя, знаете, я подумал, в принципе, уже много мы сделали. Давайте закончим на этом серию. С вами. Подохнём. Охранимся, выйдем. И закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.